друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки сегодня очень важный день для доллара который мы долго ждали итоги двухдневного заседания фактически будут подведены сегодня вечером по московскому времени а точнее бы 2200 по москве соответственно те ожидания которые ранее я вам транслировал на что мы можем рассчитывать это тотальное снижение доллара потому что практически 100 процентов риторика регулятора будет исключительно мягко эти ожидания никуда не делись друзья мы с ними продолжаем работать и знаем то что фреса не может придерживаться иной позиции не может давать намеки на какое-то ужесточение монетарной политики отказ от текущих действующих объемов программы количественного смягчения при актуальной в данный момент на слабой экономической конъюнтуре все это следствие ковида который негативно отразился разумеется на все мировой экономики но отдельные регионы остаются как бы в числе наиболее пострадавших если разбирать какие-то основные макроэкономические показатели я думаю то что штаты могут даже оказаться на передовой вот этого негатива а с которым им странным скажем пришлось столкнуть столкнуться из-за ковида соответственно по американской экономике у нас было очень много основных макроэкономических данных которые мы разбирали ранее отдельно говорили очень много про инфляцию про рынок труда по активности а в сфере услуг в промышленности как вы помните но нету никаких наметок на на восстановление и мне кажется одним из самых действительно стоящих индикаторов того что все плохо выступает американский рынок труда совсем скоро выйдут обновленные данные по этому сектору то есть в первую пятницу февраля мы будем разбирать отчет на фарм пэрлса но заранее с учетом того что мы уже накопили достаточно а водных через заявки на пособие по безработице я уверен то что отчет разочарует и в связи с этим фрс который прекрасно работает еще лучше чем мы со всеми этими фундаментальными водными понимает то что к вид не отступает и есть риск того что экономический спад может оказаться еще более значительным американский регулятор который отвечает за экономическое благополучие американской экономики сейчас должен быть максимально проактивным сейчас нет времени на эксперименты нет времени на ошибки поэтому фрс не может позволить себе друзья даже намекнуть рынку а тем кто будет смотреть в прямом эфире за пресс-конференции а председателя американского регулятора джерома пауэл намекнуть на отказ от беспрецедентных экономических стимулов поэтому сегодня в качестве как бы крупных мазков на что мы рассчитываем мы рассчитываем я по крайней мере на то что точно получим фразу от регулятора о том что нисходящие риски сохраняются экономика по-прежнему сталкивается с негативными последствиями к вида неясными являются экономические перспективы нет возможностей и нет необходимости сейчас менять что-либо в плане ужесточения монетарной политики но возможно при ухудшении условий эта политика может оказаться даже еще более мягкой если вот по такому сценарию мы сегодня будем работать с сопроводительными заявлениями и на пресс-конференции услышим это непосредственно там президента фрс то соответственно а доллар который в принципе сейчас на ожиданиях уже снижается индекс доллара 90 20 может завершить даже текущую торговую сессию ниже 90 а пунктов индекс доллара это низко волатильный финансовый актив если мы наложим движение даже вот в 0,1 пункта на динамику доллара против рисковых инструментов против евро против фунта то можно точно сказать что вот это 0,1 пункта это равносильно почти 50 пунктам по этим валютным парам поэтому если сегодня индекс доллара пробьет поддержку 90 пунктов и она станет сопротивлением я думаю что рисковый инструмент австралийц против доллара евро против доллара фунт против доллара новозеландская валюта против американца может легко прибавить еще по фигуре до конца текущей торговой сессии а если фрс вовсе выкинет какой-нибудь номер и сделает неожиданное заявление о том что они вот сейчас уже готовы изменить в сторону еще более мягкой монетарной политики тот курс который проводится то а движение доллара будут более значительными это конечно же сценарий хим наверное для сверх оптимистов которые ставят на снижение курса доллара но если все-таки отойти от вот этого избыточного оптимизма и немножко спуститься к реалиям рынка я думаю что в любом случае чтобы не произошло по факту сегодняшнего заседания фрс а американская валюта получит на сигнал на продолжение нисходящей динамики может быть даже до конца сегодняшнего дня мы не увидим серьезно ослабление доллара но если посмотреть на перспективу ближайших недель друзья то закрепление ниже 90 пунктов это вопрос самого ближайшего времени также не забывайте что в начале февраля я думаю что если сроки не сдвинуться то может быть даже уже 3 февраля конгресса одобрит пакет фискальных стимулов которые всем вам извести на 1 9 триллиона долларов долларов и соответственно это приведет к еще большему снижению американца по прогнозам сити соседи general bank of america ранее мы о них говорили инвестиционные цели у них не меняются тоже ставка на снижение курса доллара я доверяю экспертному мнению аналитиков этих банков их позиция сейчас полностью совпадает со мной с тем фундаментом который накопился поэтому я предлагаю не мудрите когда создаются такие условия просто работать с тем что есть оставено снижение и в погоне опять же за теми деньгами которые рынок будет там раздавать евро против доллара 12156 ждем выше уровня 122 фунт против американца 137 34 здесь кстати цели от сити на уровне 1 40 может быть вполне реальные ожидания сейчас знаете в англии обсуждают возможности обязательного карантина для тех кто приезжает и как это не странно но в этом многие увидели позитив я согласен то что с учетом того как это звучит это скорее негатив для экономики для национальной валюты но считается что если будет обязательно карантин есть вероятность того что тратить будет на территории англии больше чем за рубежом это снизит дефицит до текущего счета платежного баланса подстегнет розницу и соответственно улучшит показатели экономического роста при такой при таком сценарии вероятность стимулирования дополнительного со стороны британского регулятора и снижение ставки то нулевой отметки она будет снижаться и стремится к нулю я согласен с тем что фунт будет расти наверное в большей степени из-за того что будет снижаться американская валюта но если каким-то чудом действительно а трейдеры получит сигнал о том что банк англии не будет вмешиваться в текущую ситуацию через дополнительные на стимулирование экономики то соответственно у фунта будет еще больше причин для продолжения ранее нефть 55 95 как мы ожидали рост продолжается здесь нужно сказать что поддержка пришла со стороны ближнего востока и рака может сократить уровень добычи до 3 6 миллионов тем самым выполнив обязательства действующей сделки в рамках содружества стран опек плюс если они снизят до 3 6 миллиона это будет минимальное значение с 15 года и ливия где забастовка сотрудников охранных предприятий за проблем с задержками выплаты заработной платы то есть сейчас фактически заблокированы крупные ливийские порты которые отвечали за экспорт ливийской нефти и все это конвертируется как потенциально риск для предложения и локально поддерживают котировки черного золота вишенкой на торте вчера выступили комментарии генерального секретаря опек баркинда который отметил что худшие времена для рынка нефти позади несколько часов назад кстати вышел отчет по запасам который сообщил о том что запасы нефти в сша снизились на 5 и 2 миллиона это тоже положительные факторы для котировок ждем бренд в районе 57 58 и фондовый рынок покупаем очередные исторические максимумы 3836 пунктов по снб следующая цель 4000 пунктов я думаю что в ближайшие дни увидим на этом собственно все друзья хорошей вам торговой сессии всем пока